Васечка, Василючка. Он приехал из Красноярского зоопарка, а корни его семейства ведут прямиком в Южно-Авриканскую Республику. За пару дней Василий уже покорил сердца всех сотрудников. Освоился на Алтае уже хорошо, в еде неприхотлив, питается кормом для лошадей и ослов. Вот она наша зеброчка красавица. Однако в интернете разгорелась дискуссия, как такое теплолюбивое животное перенесет сибирские холода. Заместитель директора Барнаульского зоопарка уверяет, что даже в самый сильный мороз Василий будет находиться в тепле и комфорте. Здесь зебра – это теплолюбивое животное. Мы строим хорошее зимнее помещение со смотровой площадкой в зимнее время. Через смотровое окно зрители у нас могут смотреть и зимой. Ну а сложности какие? Что температуру поддерживает 20-25 градусов в помещении и все. Пока что Василий находится на карантине до 13 июня. Это нужно для того, чтобы животное до конца освоилось в вольере и привыкло к новой территории. Но совсем скоро каждый желающий может прийти и познакомиться с новым обитателем лесной сказки. Сотрудники зоопарка пообещали, что в честь Василия даже устроят День зебры. Маргарита Гартунг, Алексей Фризен. День с толком.